Мы продолжаем следить за историей из Григориопольского района. Месяц назад родители одного из малышей заподозрили воспитателей в применении непедагогичных методов воспитания. Возможно, двухлетнего Ваню пытались уложить спать силой. Во всяком случае, на лице остался след, похоже, от удара рукой. Дело в Следственном комитете. Григориополь. Следственный комитет на столе руководителя управления дела из детского сада села Дилакеу. 109 страниц. Факты, подозреваемые, хронология событий. Проводилась судебная медицинская экспертиза, по заключению которой у ребенка были установлены телесные повреждения. Выражались, в частности, в кровопотеках на правой щеке в виде узора пальцев рук. Итак, 18 мая мама Оксана пришла в обед за ребенком. В детсаду сказали, малыш спит, придите позже. Оксана ушла домой. Через несколько часов. Звонок. Я говорю, что случилось? Она мне говорит, приходи, забери ребенка, я не могу его улаживать спать. Он орет и не дает покоя детям спать. Я пошла. Валентина натягила ему вот эту вот безрукавку, а Ирина натягила вот эту вот шапочку. Потому что там это было все так быстро, я ему эту шапочку маленькую подправила. Я говорю, что на лицо? Ирина мне говорит, наверное, игрался с детьми или он плохо, вот как он лежал на бочок. Вот такой след был на лице двухлетнего Вани. Родители забрали документы из детсада. Спустя месяц мы приехали в делаке у сад Андриеш на часах 14.15. Вот заведующая. Что говорят воспитатели? Ну, они проходили следствие. Как? Следствие их вызывало, они... Трогали ребенка? Не трогали ребенка. Они говорят, что не трогали ребенка. В тот день в ясельной группе детского сада было два воспитателя. Одна работала до обеда, другая после. Обеих на время разбирательства отстранили от работы. Изначально одна из воспитателей данного детского сада признавала факт того, что лишь грубо укладывала ребенка. При этом отрицая свою причастность к нанесению ему телесных повреждений. Родители двухлетнего Вани рассказывают, из детского сада приходили домой. Хотели, цитата, мирно урегулировать вопрос. Зашла заведующая, то есть, и так же самое она начала нам предлагать. То есть, давайте это как-то обоюдно решим, то есть, здесь на месте, то есть, не будем это афишировать. Говорит, хотите, я вот заплачу за лечение, заплачу за доктора. Вот что надо, мы все сделаем, только, пожалуйста, не портите нам репутацию. Деньги никто не предлагал. Было так... Да, я была дома, потому что мы живем недалеко, и я просто поинтересовалась, что с ребенком. Тем временем родители Вани говорят, что им поступают звонки с угрозами. Просьба та же, все решить мирно. Был такой звоночек, говорит, что вы выеживаетесь, возьмите деньги, все вам приплатят, ну давайте решим мирно. И на этом, я говорю, не буду ни с кем общаться, я кинула трубку, потому что я не знаю, кто это звонил. Если вину воспитателя подтвердят сотруднику грозит уголовная ответственность, статья 152-я. Наказание, штраф, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Если человек виноват, конечно, он будет наказывать. Это уже по решению следствия. То есть вы никого прикрывать не будете? Нет, конечно. Нет. Я думаю, такое прикрывать никак не будет. Но это первый случай у вас, статья? Это первый случай у нас. Никогда такого не было. А вот родители детей говорят, возможно, не первая Анастасия водила ребенка в детсад Андриеж. К тем же воспитателям и в ту же группу, где пострадал двухлетний Ваня. Ребенок очень-очень сильно изменился. Он очень начал плакать и категорически отказывался ходить в садик. Мы решили взять его с садика из-за того, что он начал плакать по ночам. После Нового года мы решили попробовать в другой садик. Сейчас как? И сейчас вполне нормально. Он именно так и говорит. Я хочу в хороший садик. В другой детский сад теперь ходит и Ваня. Родители возят малыша в соседнее село. Здесь, говорят, с ребенком никаких проблем нет. Мы приехали как раз во время тихого часа. Малыш спал. Спокойно. Спать не кричит. Мы улаживаем без проблем. Потому что он любит ласку. Играется. У нас вот и кубики очень любит. Машинки. Ване до сих пор под медицинским контролем. С малышом работают психологи.